Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Ольги Алексеева. Для ведения сельского хозяйства ни одному предпринимателю не обойтись без специальных машин. Но техника дорогая и не всегда удается приобрести ее на собственные средства. О том, существуют ли меры господдержки, насколько они эффективны, мы поговорим сегодня. В нашей студии Сергей Лисицын, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Насколько актуален вопрос обновления парка техники в республике? Вопрос обновления парка техники в республике актуален, потому что существуют определенные нормативы по нагрузке на один комбайн и трактор. Есть также показатель энергетической эффективности, энергетической обеспеченности. Вот на 100 гектар пашни, например, наш регион немного уступает средним показателям по привозкам в федеральном округе. В связи с этим вопрос обновления техники актуален. Техника, как мы уже сказали, дорогая. Насколько, какие меры господдержки существуют, если существуют, конечно? Ну, с этого года, если говорить, в прошлом году у нас были меры господдержки. С бюджета Чувашской республики субсидировалось 15% в стоимости сельскохозяйственной техники. В этом году по инициативе главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева размер субсидий был доведен до 40%. То есть 40% стоимости техники сельхозтоваропроизводителю возмещается. Успел ли воспользоваться сельхозтоваропроизводителем? Ну, сельхозтоваропроизводители активно этим пользуются. Также, если сказать, есть и федеральные меры поддержки. Также в рамках постановления 43-го постановления также сельхозтоваропроизводителя возмещается 40% в стоимости техники. Здесь мы в этом году выплатили 63 миллиона рублей по этой программе. Есть еще у нас постановление 1432, по которому субсидии предоставляются производителю техники напрямую, заводы-изготовители. То есть в итоге сельхозтоваропроизводитель получает эту технику со скидкой уже 10% первоначально ниже прессовой цены. То есть и вот к этому же, да, могу сказать, что он получил технику уже изначально со скидкой 10%. Также может подать на возмещение еще дополнительно 40% стоимости. И в итоге он получает технику со скидкой 50%. Это очень большая помощь со стороны государства, я считаю. Благодаря таким мерам поддержки, до 40% возмещается государство, сколько техники было куплено? Да, вот эта помощь, она эффективно сработала в этом году. Значит, было куплено техники более 650 единиц вот на эту дату, да, по сравнению с уровнем прошлого года, вот 550 единиц техники. Ну и вот если говорить про трактора, то в этом году приобретено 114 тракторов. Значит, в прошлом году их было всего там 92, по-моему. То есть результат налицо, скажем так. Результат налицо, да. И комбайнов приобретено больше, вот 38 комбайнов по сравнению с 20 с небольшим в прошлом году. То есть агрария эффективно пользуется этими мерами поддержки. Как еще можно приобрести технику, кроме как купить на собственные деньги и получить возмещение? Ну, существуют также еще и инвестиционные кредиты, используют кредитный ресурс. Здесь предоставляется льготный кредит сельхозтоваропроизводителем. Они уже процентной ставки составляют от 1 до 5%. То есть этот кредит направлен на приобретение техники. Ну и как вариант, который в этом году также эффективно сработал, это приобретение техники в лизинг. То есть со строчкой платежа есть определенные условия. В этом году вот по лизингу поставлены техники 42 единицы в Чувашской республике. Это один из тракторов, 4 зерноубожных и 3 кормобожных комбайна. В настоящее время также заявки по лизингу рассматриваются. Механизм эффективный. Какова линейка приобретаемой техники? Можно ли купить технику иностранного производства? Ну вот как мы говорили, вот в этом году не только довели ставку до 40%, но и расширили линейку приобретаемой техники при субсидии за счет средств республиканского бюджета. Сюда вошла техника производства таможенного союза, единого таможенного союза. То есть мы можем уже приобрести белорусскую технику. Технику мы можем приобрести комбайны Гомсельмаша. Приобретаем технику МТЗ, всеми там известный трактор Беларусь. То есть в этом году субсидируется. Какое взаимодействие с поставщиками техники осуществляется со стороны Чувашской республики? С поставщиками техники ведется диалог. Постоянно, значит, мы в работе, в поиске. Вот в этом году тоже были заключены соглашения с ведущими производителями техниками. Вот как я уже говорил, это МТЗ Татарстан, Гомсельмаш, Россельмаш комбайновый завод и Петербургский тракторный завод. Это вот основные поставщики в нашу республику. Были заключены соглашения. По этим соглашениям производитель техник представляет скидки для Чувашских сельхозтоваропроизводителей от 3 до 10%. Наши производители уже приобретают у официальных дилеров этих компаний скидку. Со скидкой, да. Модельный ряд постоянно обновляется. Где нужно узнать новинки? Ну, о новинках, конечно, сельхозтоваропроизводители могут узнать на выставках, мероприятиях, которые проводятся как в республике, так и за ее пределами. Это, например, вот то, что у нас в республике ежегодно проводится День поля. Он проводится с той целью, чтобы ознакомить сельхозтоваропроизводителей с новой линейкой, с новыми изобретениями, моделями. Участвуют более 50 производителей и демонстрировать свою технику. Возможности. Да. И в этом году также, как и ежегодно, я уже говорил, проходит выставка «Агросалон». Эта выставка проходит в Москве. Там уже другие объемы, масштабы. Любой желающий может посетить. Любой желающий может посетить эту выставку. В этом году также делегация Чувашской республики участвовала, посещала эту выставку. Были представители хозяйств, ознакомились с линейкой, интересовались. Ну и также заключали договора на приобретение техники. Прямо там же, на выставке. Что еще подразумевается под техникой и технологической модернизацией? Каким направлениями еще оказывается господдержка? Технологическая модернизация. Вот как пример. Например, у нас с этого года 30% субсидируется мышностей для подработки зерна. Выделяются субсидии на приобретение мышностей. Это вот, например, в этом году мы собрали рекордный урожай. То есть практически подтянулись к корне 1992 года. Но мало собрать урожай. Нужно, прежде чем его заложить на хранение, чтобы это зерно было качественно, выхранилось, соответственно. Нужно как бы его просушить, значит, то есть осуществить подработку. Сортировать, сушить. И поэтому республикой также принято решение 30% фактической стоимости вот этих объектов, направленных на подработку зерна, субсидировать. Оборудование, строительство, модернизация. Поэтому здесь любое хозяйство должно, конечно же, иметь вот эти мощности для подработки зерна. А также субсидируется, значит, у нас и подработка, сортировка, ну, создание комбикорных предприятий. То есть вот это тоже 30% возмещается на эти мероприятия. Благодаря вот этой мере господдержки, я вот тоже хочу сказать в заключении, что, значит, это позволяет произвести агрохимические, то есть работы, технологические работы в оптимальные сроки. Сократить сроки уборки, также посева и предотвратить потери. То есть мы приобретаем новые комбайны, потери существенно сокращаются. Поэтому это направление очень нужно. И также в этом году вот мы собрали также заявки уже тоже сельхозпредприятий. Кто еще до конца года планирует приобрести технику? Заявок очень много. Поэтому... Куда обращаться уже кто-то захочет? Ну, они обращаются к специалистам района, Министерству сельского хозяйства, которые у них в районах находятся. То есть представляют документы, а, соответственно, специалисты уже представляют документы сельхоз. И вот Министерство сельскохозяйства как бы настроено на то, чтобы все сельхозтоваропроизводители в этом году, кто приобрел технику, получили субсидии. Если даже кто-то, кому-то не удастся получить, ну, в связи с ограничениями лимитов, да, потому что, как я говорю, заявок очень много, то на будущий год сельхозтоваропроизводители смогут воспользоваться этой господдержкой и получат за приобретенную технику в этом году, в следующем году. А я напоминаю, что это была программа «По существу». У нас в гостях был заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Лисицын. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok